Последние перчатки Вакцинировать не менее 60% своих сотрудников сейчас должны рестораны, кафе, фитнес-клубы, салоны красоты В общем, почти вся сфера обслуживания. Такое требование вела Москва вслед за ней и многие другие российские регионы Как бизнес действует в такой ситуации, узнаем у них самих Последний велосипед Промо-акции для гостей с прививками продумывает и Александр Кузнецов, директор сети фитнес-центров в Нижнем Новгороде Введение QR-кодов он опасается. Говорит, что трафик в клубах только недавно восстановился до прежних показателей В наш сельский кинотеатр уже аналогичный запрет пришел и посещение руку в 4 раза То же самое будет и с фитнесом. Меня это просто убьют. Сложно будет выжить нам это Тот-то год мы проползли просто на брюхе. Не знаю, как мы дальше действовали С вакцинацией персонала в компании тоже возникли сложности. Когда вышло постановление региональных властей, привитыми оказались лишь 12% сотрудников Людей пришлось мотивировать Нам работодатель предложил вообще на выбор. Либо добавить дней к отпуску, два дня к отпуску, либо два оплачиваемых административных выходных дня С каждым сотрудником Александр проводит беседу и не исключает, что цель по вакцинации персонала могут повысить с 60 до 100% И тогда отказ от прививки даже нескольких работников может ударить по всей компании Отстраняем от работы до тех пор, пока не снимут эти требования Нас сотрудники долго отбирали, учили и конечно расставаться с ними невозможно Если мы отстраняем топовых людей от работы, они категорически, которые не будут вакцинироваться Нам нужно искать замены. Это обучение, это время, это провал в работе Еще не локдаун, но ограничений все больше. Российский бизнес пытается адаптироваться к новым условиям И пока главная надежда, что всероссийская компания по вакцинации даст свои плоды и работа вернется в привычное русло